В 2019 году Андрей Порченков закончил Приволжский исследовательский медицинский университет по специальности лечебное дело. После этого молодой врач поступил в ординатуру на урологию. Из Нижнего Новгорода Андрей Евгеньевич приехал в Саров по целевому направлению от КБ-50. На новой должности врач-уролог работает два месяца. Работа мне очень нравится. Собственно, именно так себе я ее представлял. По крайней мере, амбулаторный прием в поликлинике в качестве врача-уролога. Коллектив мне очень нравится, потому что к кому бы я не пришел за советом, будь то это хирург или гинеколог, с кем я чаще всего работаю, или терапевт, мне все подскажут в меру своих возможностей. Существует мнение, что уролог – это мужской врач. На самом деле к урологу обращаются разные категории пациентов. Чтобы записаться к врачу, не нужно ждать особых случаев. К специалисту необходимо идти всем мужчинам старше 50 лет. Также достаточно обратить внимание на первые симптомы. Далеко не все заболевания, которые лечат уролог, они будут проявляться как-то клинически. Грозными симптомами могут быть примесь крови в моче, или боль в поясничной области, или при мочеиспускании. Много пациентов сейчас обращаются к врачу с мочекаменной болезнью. Этот недуг – один из самых распространенных в наше время. Всегда лучше предотвратить, чем лечить. Поэтому для профилактики заболевания нужно запомнить две главные вещи. Самое главное – это питьевой режим и подвижность. Мочекаменная болезнь – это болезнь прогресса. Чем больше прогресс, тем меньше человек двигается, и тем чаще у него возникает камня в почке. Главная радость для врача – это благодарный пациент, которому помогло прописанное лечение. Радость Андрей Порченков черпает и в своей профессии. В будущем молодой человек хочет совмещать работу в поликлинике с хирургией. Светлана Ярунова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.